Играть в бутылочку лимонкой Что за люди собрались здесь? Что их объединяет? Какой они видят Россию настоящего и будущего? И какую альтернативу Кремлю и либералам они предлагают? Мы немножко запутались все-таки мероприятия, в первую очередь, политическое или литературное, культурное? В первую очередь, литературное и культурное Но культура, она не живет в неполитике Она не существует в вакууме Потому что, как бы, ну, это абсурдно рассуждать, что есть культура, где-то там есть политика В первую очередь, в первую очередь, культурное Но странно, как бы, если ты делаешь стихи, если ты пишешь тексты, если ты делаешь музыку Не говорите о политике, не говорите о наркотиках, не говорите о ебле Не говорите, короче, о фашизме или антифашизме Это абсурдно Переприятие, конечно, культурное Но, естественно, будут пониматься и политические темы Это закономерно Вы все мероприятие стояли около сцены, внимательно слушали Как думаете, все-таки, с политической и идеологической точки зрения Большинство читающих, выступающих каких позиций придерживается сегодня? Ну, правых и левых этим и классно Когда я пишу в проекте «Подлёд» о лимонских чтениях Я говорю о том, что это площадка для радикального искусства И туда можно приходить с разной повесткой То есть, как бы, можно приходить с правой повесткой, можно приходить с левой повесткой Как вы видите, никого тут не пиздит, не избивает вообще Тут люди, по взглядам, как и анархисты, как и правые пацаны И, как бы, и нормально взаимодействуют Вот, если вам не нравятся стихи, вы всегда можете ответить своим стихотворениям, трекам, песней Самая смешная жизнь прошла уже на треть И это если крайне позитивно посмотреть Чем угодно, как бы, вот Мы делаем искусство радикально, как бы, которое объединяет людей Я думаю, что Россия будущего, это Россия без полиции Потому что полиция, полицейское государство, это всё-таки Мне бы не хотелось жить в такой России А есть ли примеры в других государствах или история, может, нам подкинуть, где нет полиции? Нет таких примеров, нет пока Это то же самое, что если мы сейчас были с вами, например, 2000 лет назад И вы мне спрашивали, есть ли примеры нерабовладельческих стран И я бы сказал, нет таких стран, потому что их нет Но потом, видите, мы, вот сейчас уже, например, рабовладений нет, правильно? Вот, и я очень надеюсь, мне бы очень хотелось бы Не сказал бы, что это прям мечта моего там детства, чтобы имболиции не было Но было бы неплохо, чтобы её не было Россия без полиции Да Пришёл к друзьям? А с друзьями пришёл, да Симпатизирует ли тебе Лимонов? Честно говоря, я, ну, ни в одном политическом лагере с ним нахожусь Но всё равно испытываю солидарность, так сказать А какие твои политические предпочтения? Ну, можно как бы переписать себя с лёгкой руки к Нео-реакции Но я этого делать не стану За кого бы ты проголосовал? За Медведева Привет, скажи, пожалуйста, кого ты видишь сегодня здесь? Как думаешь, что у этих людей в головах? Я вижу молодых людей, которым неравнодушная реальная русская культура У нас приходят люди со своими стихами, рассказывают стихи русских поэтов И мы здесь создаём настоящую культуру, контр-культуру Что для тебя национал-большевистская партия? Это ведь довольно очень сложно соединяемые понятия для обывателя со стороны Это вызывает множество споров И вот что это для тебя? Да, на самом деле многие говорят, что это некогерентная идеология Что они очень противоречивые Но лично для меня национал-большевистская партия, другая Россия, партия Это всё партии действия Слушай, я верю в революцию И я считаю, что в первую очередь она должна происходить именно в нашей культурной жизни И я считаю, что это один из самых ярких, самых сочных ростков этой контр-культурной жизни Этой революционной жизни в московской среде Как ты относишься к партии Лимонова, НБП? Я вижу у тебя Лимонку Ты член партии Лимонова Я отношусь к ней непосредственно Я в ней с 2018 года Мне партийный билет лично выдавал Эдуард Лимонов И как раз недавно я набила себе вот эту замечательную татуировку Которая символизирует мою неразрывную связь с партией Ты сейчас на сцене читал стихи Как вообще впечатление у тебя? Ну, легкий мандраж Я люблю читать вещи Особенно, когда передо мной аудитория В глаз софиты Из души стишок Все хорошо Сегодня очень разнообразные стихи читают с разными посылами Были ли какие-то, от которых тебе стало тошно? Или противно? Нет, нет Но был вот замечательный стишок про то, что я беру на себя ответственность за каждого мертвого красного Я такие вещи люблю Я, как любой еврей, испытываю искреннее удовольствие от эстетики Вот это, знаешь, черно-красно-белых цветов Бьющих глаза И мне понравилось Мне понравилось Вот это было очень хорошо Остальные тоже неплохо Слушай, но у тебя лук нетипичный для еврея Не очень ортодоксально Скажи, чем обоснован выбор именно такого стилька? А сегодня шаббат, меня ничего не контролирует То есть у тебя выходной от... Да, разумеется А планируешь ли ты в таком виде устраивать, может быть, переворот Или какую-нибудь другую акцию? Че партия скажет, то и сделаю в любом прикиде, в котором она скажет Какая партия? Венимина Натаняху? Другая России, Эдуард Вениаминович Лимонова Как ты считаешь, достаточно ли сейчас сторонников у партии Лимонова Хотя бы в Москве? Или вы испытываете какой-то дефицит людей? Я считаю, что главное качество, а не количество По мне так, весь либеральный штаб и весь штаб Навального не стоят одного нашего активиста Есть ли у них шанс зарегистрироваться все-таки в России? Или ты не возлагаешь таких надежд на Министерство юстиции Российской Федерации? Мне кажется, в том-то и прикол, что они панки Зачем быть в системе, если они могут быть против нее? Смотри, насколько я знаю, это все-таки не совсем партия Это такой конгломерат немножко разнообразных формирований и людей Но она, по крайней мере, не функционирует как партия Она не зарегистрированная партия Она не зарегистрированная партия, потому что партию хуй зарегистрируешь Через месяц мы должны подавать документы в Минюст У нас пройдет, собственно, съезд общероссийский На котором все это будет формироваться и делаться дальше Минюст получит наши документы Успешно их проштудирует, обнаружит, что там нет ошибок А потом скажет А вы пиво любите слишком Да хуя, чтобы быть политической партией Ну и таким хером нас просто, блядь, откажутся регистрировать в очередной, насколько я помню, третий раз Мы функционируем как партия Просто у нас нет такого количества легальных возможностей, как у любой партии, зарегистрированной через Минюст Но ты видел эту хуйню Я гвардеец Захара Как его там, блядь? Прилепина? А, да, вот этого петуха, короче Вот, блядь, гвардеец, нахуй Захара, блядь Но вот у них легальных возможностей юридических дохуя Потому что их зарегистрировали, потому что их протащили во власть не за нахуй А у нас их чуть меньше, но мы используем их на соточку В 2011 году, когда была болотная Эдуард Лимонов сказал, что это говно И надо было идти на площадь революции В общем, что символизм решает Сегодня готов ли лично ты и твои гвардейцы объединиться, допустим, с либералами? Как относитесь к тем, кто сегодня ассоциируется в первую очередь, словом, оппозиция в России, ну, для широких масс Выйдем, куда будет можно И тогда, когда это будет нужно Тайна Володка, место хуевое Объективно, это хуевое место Манежка мне нравится гораздо больше На манежке много дерьма происходило Знаешь, куда бы я вышел? На Китай-город и выпил бы там пиво Звучит как отскок от революции Нет, это как раз она Пивной путь, слышишь? Ну, давай, наверное, такой последний вопрос Вот тут называется «Другая Россия» организация, про которую мы говорим Если попробовать не от противного, а конструктивно Ну, парочкой, троечкой эпитетов Вот Россия, кто-то говорит, прекрасная информация будущего Вот, что бы вы предложили в качестве такого лозунга Россия какая через 5-10 лет, когда вы всех разъебете? Прекрасная Россия будущего не совсем наш термин Наш термин все-таки другая России Эдуард Вениаминович Лимонова Потому что, как он представлял это В том виде оно и должно существовать Можешь рассказать для глупых зумеров, глупых бумеров, какая она? Все дохуя просто Мы стараемся дистанцироваться от правой, слэш, левой От этих форматов Потому что, что правые, это устаревшие чуваки, которые А давайте пиздить людей Что левые, это чуваки, которые А давайте разрешать людям все Что с одной стороны, что с другой Это выглядит странно Мы выступаем за то, чтобы внутренняя политика была левой И людям было дохуя, чем можно А внешняя политика была правой Чтобы все, кто снаружи И те, кому мы не очень нравимся, такие культуры, несомненно, есть Такие режимы, несомненно, есть Отсосали огромный хуй Вот Смотри, возможно, тебе кажется, что это продолжение темы про хуи А сейчас, ну, в качестве альтернативы Вот таким соцземлибералам Ну, периодически мелькают либертарианцы Как относятся вот к такой движухе? Ну, они маленькие очень Ну, слушай, вот, бля, пусть это будет посланием Ёбаным либертахам У вас есть ёбаный бар И он называется «Новая искренность» Как только вы откроетесь Я приду Нажерусь вином за 900 рублей И заблюю вам нахуй всё Это будет моя акция И вы охуеете Готов ли ты взять ответственность за каждого мёртвого либертарианца? Да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok